Настя Рыбка про мечты о колбасе, ужасах тайской тюрьмы и козних врагов Следствия и суд силовые структуры 18.31.24 января 2019 года С тобой могут сделать все, что угодно Настя Рыбка про мечты о колбасе, ужасах тайской тюрьмы и козних врагов Анастасия Вашукивич фото Собачка Натя Рыбка В минувшую среду Настя Рыбка Настоящее имя Анастасия Вашукивич Заподозрена в сутенерстве Но освобожденная из изолятора Должна была дать свою первую пресс-конференцию Но прогуляла ее Адвокат девушки Дмитрий Зацаринский Объяснил это тем, что девушка отдыхает и приходит в себя Но ближе к полуночи Рыбка нарушила обет молчания и вышла в эфир Инстаграм Впервые она рассказала о суровых условиях тайской тюрьмы О том, кто и что стоит за ее преследованиями О своих планах на будущее Откровение Насте Рыбки записала корреспондентка ленты.ру Мария Фролова У меня одежды нет, все в Минск улетело и вот сейчас думаю Как офигенно пить чай, есть мандарины Какие планы на будущее, когда такая эйфория от настоящего Счастье оно в свободе, все остальное такая фигня Ощущения после нормальной ванны бомбические Я пока наслаждаюсь простыми моментами жизни Вот у меня мандарины, вот Рафаэлла Многих продуктов, к которым я привыкла Там, в Таиланде, просто не было Мне там колбаса снилась Александр Кириллов, тоже охреневший ходит Не понимает вообще, где он Я вчера в торговый центр зашла У меня же одежды нет, все в Минск улетело Один спортивный костюм, больше ни хрена Я, короче, такой бомжишка Я иду и не могу пока адаптироваться к людям К тому, что все идут по своим делам Меня кто-то узнает, но я лицо заматываю шарфом Чтобы просто ходить среди свободных людей Для этого адаптация нужна Кто не был в тюрьме, тот не поймет Дело не в том, что ты не можешь с кем-то общаться Просто психологически тяжело Но, в тюрьме, ты становишься сильнее Я могу сказать, что лет на 20 старше стала Пока там сидела Я села таким ребенком Сейчас все по-другому Сегодня у меня голова чугунная Все на лице повысыпало Подбородок другого размера стал Все лимфоузлы повоспалялись Перепад температуры большой Между Таиландом и Россией 40 градусов Нелегко удается Покер Алекс и Машка Остальные подозреваемые по делу Подписали подписку о неразглашении А я ее не подписывала У меня адвокат хороший Он объяснил мне Четко объяснил, что я могу по закону делать А что нет Я знала, что примут в аэропорту У следствия есть свой интерес Что-то скрывать А мне скрывать нечего Я не виновна и потому За что нас пытались посадить в Таиланде И потому, что Нам Сейчас пытаются пришить в России Нет у меня никакой вины И следствие это доказало Если бы считали Иначе меня бы не выпустили А посадили в СИЗО Его Дерипаску Больше трогать не буду Нет Кто-то из ребят сказал Что в книжке про Гарри Поттера Есть тот Кого нельзя называть Главный злодей в Аландии Морт Ну, вы меня поняли Олег Дерипаска Фото Александр Вельф РИА Новости Невозможно в нашей стране быть уверенным Что уже не посадят Меня отпустили без подписки Под обязательство о явке Я могу выезжать из страны Мне просто нужно поставить в известность следственную группу В Беларусь пока не собираюсь Хотя Александр Григорьевич Лукашенко Будет очень рад меня видеть Как я понимаю Когда мы летели сюда В Россию Было столько разговоров Мол Вам безопасно приезжать Были даже какие-то официальные высказывания Что проблем не будет И вы видите Как мы прилетели Я знала Я предполагала С 90% вероятностью Что примут в аэропорту Потом я летела прямо в Минск Но моя родина уже Москва Я слишком долго здесь живу Мне уже будет тяжело в Минске адаптироваться Мне говорят Надо уходить от Алекса и темы Вероятно Имеются в виду секс-тренинги Но понимаете В них нет ничего плохого Александр Лукашенко Фото Николай Петров Рия новости Что касается травки Бывшая подругу рыбки Обвинившая ее в проституции Может Забашлил кто-то ей Но у меня есть варианты Почему она на это пошла Я уже ни в ком не разочаровываюсь Окружение ваше может просто целиком вас сдать И ничего за это Не будет Я удивлена Что люди спокойно спят после каких-то вещей И нормально потом с этим живут Я так не могу Я бы даже за деньги не сделала такого Хотя я не знаю Что могло случиться с травкой Почему она решила пойти на такие вещи Мне кажется Ее в очередной раз поймали с амфетамином И она пошла на сделку со следствием Это мое мнение Я не уверена Что это так Ведь просто деньги Вряд ли они нормального Адекватного человека Заставят и те лжи свидетельствовать на другого А ее показания От первого и до последнего слова Все ложь Слава Богу Они проверяются Мне не хочется думать Что это были просто деньги И поэтому она Травка Просто пошла это делать Я пытаюсь ее оправдывать Ну знаете Когда человека загоняют в угол И у него нет другого выхода Думаю Это что-то такое Кормили так Что свиней кормят Лучше меня спрашивают Поедете еще в Таиланд Не нужно ехать туда Никого не хочу обижать Вот как в Москве себя чувствуют хачи Так я себя чувствовала в тайской тюрьме Ты изгой Ты говно Ты не человек Я даже смотрю Как ведут себя люди Которые в ИВС Изолятор временного содержания Приходили Те кто сидел уже некоторое время в СИЗО Там была девочка Она уже два года сидит в СИЗО Следствие у нее ведется И ее вывезли на 10 дней в ИВС Со следователем поговорить И они Арестанты Ведут себя так Как будто у них есть права Как свободные люди Которые под защитой чей-то находятся Под защитой государства Анастасия Вашукович Настя Рыбка Фото Вот в Таиланде этого нет Просто забудьте про это Ты чмо Ты не человек С тобой могут сделать все Что угодно Это страшно И физически страшно И психологически страшно Когда нас посадили То Маша сразу в истерику У нее был сдвиг А я предполагала Что так будет У меня разные мысли есть Кто нас посадил Не думаю Что там были только американцы Но Предположительно Да у русских там Такого влияния нет В тайской тюрьме Мы спали на полу Нам давали три одеяла Одно под голову На одном спишь Третьим накрываешься Мне жестко было очень На костях таза Первое время синяки были Потом легче Научились ништяки вырывать Получать необходимое Одеяло купили Кормили так Что свиней кормят лучше Стоит чан железный Как мысорка Это еда Завтрак приехал Английский я знаю Свободно Немного по тайски Говорила Но настоящих разговоров С местными Не было Я примерно понимала Что мне хотели сказать Сядь Иди Алекс вообще Офигенно Жил у него был VIP Короче Не знаю Насколько VIP Может быть в тюрьме Но у него были Получшие условия Сама тюрьма была Разделена на Женскую и мужскую Конечно Что-то было хорошо Там тепло Не мерзнешь Это плюс Мы не в самой плохой тюрьме Сидели и есть места Гораздо хуже Александр Кириллов Алекс Лесли в центре Фото Собачка Алекс Лесли 11 Откуда нас отправили В Россию Там был вообще Очень плохой финал Там спали на полу Без всяких одеял Писали в угол Лучше не вспоминать И там тараканы Очень плохой финал На меня раз ночью Залез такой Я так орала А они еще и летают В Таиланде У нас и драки были Разборки Чего только не было Никогда не летайте В Таиланд Там людей садят По щелчку И оттуда нахер нет выхода Если у тебя нет денег И человека Который за дверями тюрьмы Будет за тебя что-то решать У нас там остались Телефоны Компьютеры Украли Такую кучу денег Андрей Покер Правильно сказал За неделю там понимаешь все А когда ты там год Будем жить Будем сжечь Алекс Александр Кириллов Мне в тюрьме Очень помогал Вел себя очень достойно Касаемо того Из-за кого нас взяли В Таиланде За что просто неприятная ситуация Но я не хочу об этом говорить Конечно С моей стороны Было недальновидно Некоторые вещи делать Но они уже сделаны Алекс меня очень многому научил Чисто по-человечески Я не имею в виду Только секс Он в меня как в личность Много вложил И я не могу его за это не благодарить Когда уже в Москве Зашла Вивз На моей кровати Сидела тетенька Раньше я была Интеллигентным человеком А сейчас захожу И говорю Хер ли на моей кровати сидишь Я очень изменилась Купола набью обязательно Смеется Книгу про тюрьму Напишу Людям надо знать Спасибо большое Столько людей Помогали деньгами По-братски Просто книги Присылали в тюрьму Если бы не книги Мы бы сошли с ума Кто сидел Понимает Насколько это важно Я пока буду Приводить себя в порядок Будем жить Будем сжечь Жизнь продолжается Ее много У нас в тюрьме сидели девочки лет 50 и они жгут Поэтому не думайте Что больше никогда меня не увидите Увидите просто в более аккуратном и легальном формате Обратная связь с отделом силовые структуры Если вы стали свидетелем важного события У вас есть новость или идея для материала Напишите на этот адрес CrimeAtlantico.ru Больше важных новостей в Telegram Канале Лента Дня Подписывайтесь Мария Фролова Продолжение следует... Продолжение следует...